Жизнь в любви. Любовь — это ключ. Она важна. Это ключ ко всему. Библия говорит нам, что Бог — это любовь. Мы можем прочесть об этом в древних книгах. Я хотел бы воодушевить вас читать эти древние послания. Эти посвящения очень важны, потому что они помогают вам познать Библию. Читая Библию понемногу, вы можете прочесть ее целиком за несколько лет. Очень важно потреблять ее сбалансированно, потому что Слово Божие подобно питанию. Если мы будем читать какие-то отдельные стихи, у нас не будет баланса. Поэтому мы должны читать Библию целиком. Вы можете сказать мне, ну, я уже один раз прочел ее целиком. Да, это хорошо. Мои поздравления вам. Но вы все равно должны продолжать ее читать, потому что иначе вы не сможете жить. Библия — это наше духовное питание, поэтому нам нужен баланс. На прошлой неделе мы читали с вами древние посвящения. Мы читали Евангелие от Иоанна, главы 13, 14, 15 и 16. В них столько любви, и мы должны жить в ней. В Писании Иисус говорит, если вы видели Меня, то вы видели и Отца. Если вы видели Меня, то вы видели и Отца. Зачем мы каждую неделю приходим в церковь? Зачем мы слушаем послания? Зачем мы читаем Библию? Зачем мы молимся? Зачем мы служим Господу? Зачем мы это делаем? Чтобы мы могли расти в вере и однажды достичь такого уровня, чтобы на нас смотрели, но видели не нас, а видели в нас Отца. Чтобы люди видели в нас Спасителя. Чтобы, поглядев в зеркало, мы видели не себя, а видели там Христа. Так мы будем соответствовать образу Иисуса Христа. Мы ходим в церковь не потому, что так надо, а чтобы измениться. Преобразиться и стать подобными Иисусу. Чтобы люди, поглядев на нас, могли сказать, ничего себе, у меня только что была встреча с Богом. Вот наша цель. Вот к чему нужно стремиться. А вот что значит жить в любви. В Библии сказано, что Бог — это любовь. Но это особая любовь. Не так, как мы обычно понимаем это слово. Апостол Павел дал определение этой любви в первом послании к Коринфянам. Если мы будем следовать за Иисусом, у нас будет эта любовь. Мы будем соответствовать образу Христа. Мы будем, подобно нашему Отцу на небесах. Нам нужно жить в этой любви. Это не просто вера в Бога, а следование за Ним. Ко мне приходят многие люди, и я им говорю, «Я знаю, что вы верите». «Да». Но проблема в том, что вы не следуете за Господом. И они говорят, «Да, вы правы». Мы должны следовать за Богом, соответствовать Ему и преображаться. Мы должны соответствовать Его образом. Преобразиться и перестать быть, как мы, и стать, как Он. Это любовь. Бог — это любовь. Каждый день, когда я молюсь Господу, я говорю, «Да придет царство Твое. Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». А еще я добавляю. «Господи, позволь мне стать таким, как Ты». Я говорю, «Господи, позволь мне стать таким, как Ты. Пусть плод души Твоей станет и моим. Наполни меня своей любовью, радостью и миром. Помоги мне стать добрым. Позволь мне стать терпеливым, покорным и верным». Я говорю, «Господи, позволь мне стать таким, как Ты. Позволь мне стать любовью». В первом послании к Коринфянам говорится, что такое любовь. Там сказано, Бог — это любовь, и поэтому мы должны быть как Бог. Поэтому я говорю, «Господи, я терпелив и добр», а затем я начинаю молиться. Я начинаю провозглашать это в свою жизнь. Говорю, «Господи, я терпелив и добр, я независлив, я совсем не заносчив. Господи, я не буду рубить с плеча. Сначала я успокоюсь и все обдумаю». За всю свою жизнь я ни разу не извинялся, что поступал не по-божески. Обычно я не действую спонтанно. Когда я молюсь, я говорю, «Господи, меня не так просто рассердить. И любовь не так просто разбудить. Мне бы так хотелось, чтобы у меня была кнопка, на которую я нажал бы, и стал поступать как Бог. Но я говорю, «Господи, я не хочу сидеть на месте. Я хочу рассказать себе и другим, потому что любовь сама собой не находится. А еще я говорю такие слова. Я их очень люблю. Я говорю, «А еще я не буду помнить обо всем плохом, которое сделали мне другие». Друзья мои, если вы держите на кого-то зло, если кто-то сделал вам плохо, и вы теперь держите на него зло, то это противоречит жизни в любви. Жить в любви значит не помнить ни о чем таком. Это значит отпустить все плохое. Отпустите это. А сейчас я хотел бы сконцентрировать ваше внимание на словах «Любовь сама собой не находится». Любовь сама собой не находится. Мы призваны думать не только о себе, но и о других. Сейчас я хотел бы прочитать вам стих из Евангелия от Матфея. Это вторая великая заповедь, которую даровал нам Бог. Всего их три. Их можно найти по всей Библии. Сейчас я прочту вам вторую. Вот что сказал нам Господь. «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Знаете, что это значит, друзья мои? Это означает, что вы не должны думать только о себе. Вы должны думать также о тех, кто вас окружает. Вы должны также думать и об этих людях. Вы должны думать не только о себе. Вы должны думать не только о том, как что-то повлияет на вас. Вам стоит подумать и о том, как ваши действия повлияют на других. Мы должны открыть глаза и посмотреть, не нужна ли окружающим помощь. Мы должны открыть глаза и увидеть других людей. Мы не должны быть эгоцентричными. Мы должны обращать внимание и на других. Знаете, что главное в жизни в любви? Многие люди этого не понимают. Многие делают что-то из своей любви к Богу. Но нужно делать все не только из любви к Богу, но и из любви к людям. Величайшее помазание, самое великое помазание, которое вы когда-либо будете ощущать, вы будете ощущать, продолжая делать то, что вы делали. Служить, отдавать, помогать. И делать все остальное не только из своей любви к Богу, но и из любви к людям. Например, если бы вы любили мясо, я бы сделал для вас огромный стейк. Кстати, совсем недавно я приготовил просто замечательную рульку. Ко мне постоянно приходят люди. Мы говорим с ними о служении, церкви и связи церкви и мира. Иногда люди просто приходят и уходят. Знаете, что забавно? В 99% случаев ко мне приходят с такими словами. Я поеду туда-то и туда-то. Но почти никто не хочет обучать других людей. Почти всегда мне говорят о том, что сказал им Бог и что они собираются делать, но никто не хочет влиять на окружающих их людей. Потому что вы живете незрелой любовью. Когда вы живете зрелой любовью, вас интересует не только то, что происходит в вашей жизни, но и то, что происходит в жизни других. Это все меняет. Это влияет на ваши методы принятия решения. Теперь, принимая то или иное решение, вы начинаете думать о вашей жене. Вы начинаете думать, как это скажется на ваших детях. Теперь, принимая решение, вы начинаете думать о тех, кто вас окружает, о тех, кто связан с вами. Как это повлияет на мою церковь? Как это повлияет на мои отношения? Вы должны изменить свой разум. Вы должны перестать думать только о себе и начать думать о других. Думайте и о других. Убедитесь, что вы учитываете их интересы, потому что если вы не научите их истинной любви, сама собой она к ним не придет. Любовь заботится об окружающих. Это и есть зрелость. Она изменяет ваши свидетельства. Когда вы рассказываете о чем-то, имея только любовь к Богу, вы делаете это грубо. Вы делаете это без чувств. Но когда вы рассказываете что-то, имея не только любовь к Богу, но и любовь к другим людям, это меняет стиль вашего общения с ним. Это меняет стиль того, как вы слушаете других людей. Это меняет все. Это правда. Это меняет ваше отношение к вашим супругам и детям. Это меняет наши отношения друг к другу. Это меняет вас. Эта любовь поможет вам. В Евангелии от Иоанна Иисус говорит, это новая заповедь, которую он дает своему служению. Он говорит, вот две главные заповеди. Любите Бога и любите людей. Но он также добавляет, заповедь новую даю вам, долюбите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга. Он говорит нам, я не говорю вам, как должна выглядеть эта любовь. Я определю это своей жизнью. Он сказал, я определю ее своими деяниями. И он оставил это определение для нас. Когда мы читаем о жизни Иисуса, мы знаем, что должны прожить такую же жизнь, потому что он хотел, чтобы мы так сделали. Вот чего он хотел от нас. Что самое интересное, эти слова были сказаны в одном контексте с тем моментом, когда он омывал ноги. В те времена, прежде чем войти в дом, люди омывали ноги. Они делали это, потому что они носили сандалии, и ноги часто загрязнялись. Они омывали ноги перед входом в дом. Немного похоже на нас. Только мы просто снимаем обувь. Мы не войдем в чужой дом в грязных ботинках. Мы снимем их. Но в те времена люди омывали ноги. Кто-нибудь вызывался помочь другим омывать ноги? Но в тот день никто из учеников Христа не хотел этого делать. Они смотрели друг на друга и думали, кто же этим займется? Может, Петр? А может, Иоанн? А Фома, как обычно, стоит и сомневается. Иисус посмотрел на это дело, а затем взял кувшин с водой, полотенце, и начал умывать ноги своим ученикам. Он сказал им, «Я делаю для вас то, что вы должны делать, друг для друга». Что же он хотел этим сказать? Они входили уже в тысячи домов, но он никогда прежде этого не делал. Он хотел показать им, что он взял все свои дары и способности и начал служить им. Он хотел научить их тому, что не стоит ждать любви от других людей, а проявить ее сами. Если бы они продолжали так стоять и смотреть друг на друга, ничего бы не произошло. Вы помните историю о человеке, которого ограбили, избили и оставили умирать? Вы никак не ожидали, что его спасет какой-то самаринен. Но этот самаринен жил в любви. Вот что значат слова Иисуса о любви к ближнему. Этот самаринен не стал ждать, что это сделает кто-то другой, а сделал это сам. Любовь не ждет. Любовь действует. Потому что любовь творит великие вещи. Ко мне часто подходят люди и говорят, «Пастор, нам нужно сделать то-то, вот это. Нам нужно сделать пятое и десятое». И я отвечаю им, «Так вперед, друзья!» Бог открыл вам глаза. Почему? Вы говорите мне, «Пастор, нам нужно сделать то-то и то-то». Вы сами должны что-то сделать. Вы сами должны приложить к этому свои руки. Вы должны говорить, «Я хочу служить. Я хочу это сделать». Вот что делает любовь. Вот что она делает. Вот как действует любовь. Она не ждет других. Она действует. В послании к филиппицам сказано, «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию. Но, посмиренно мудрее, почитайте один другого, высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других. Ибо у вас должны быть те же чувства, какие и во Христе Иисусе. Мы были призваны думать не о себе. Мы были призваны думать и о тех, кто нас окружает. Мы были призваны жить как Иисус и думать как Он. И как нам это сделать, нам расскажет еще один стих из Писания, «Послание к Галатам». Там говорится, «Я сораспялся Христу. И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу воплоти, то живу верою в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Единственный способ начать жить в зрелой любви — это предать свою плоть Кресту. Тогда мы перестаем думать о том, чего хотим мы, и начинаем думать о том, чего хочет Бог. Когда мы только основали церковь в Дональдсенвилле, у нас все очень хорошо получилось. Все шло как по маслу. И тогда я подумал, «Кажется, наши мечты осуществились». Но Господь поправил меня. Он сказал, «Я здесь не для того, чтобы осуществлять мечты людей. Я здесь для того, чтобы осуществлять свои мечты в них. Все дело в Боге». Это все Бог. Нам не стоит думать о том, что это даст лично нам, что церковь может сделать для нас, какую выгоду мы получим. Все дело в Боге. Все дело в Боге и других людях. Все дело всегда только в этом. Когда мы молимся Господу, мы говорим, «Не хлеб мой насущный дай мне, а хлеб наш насущный дай нам». Все всегда во множественном числе. Это касается и других. Мы не должны забывать о других. Нельзя прятаться в каком-то местечке, где вам будет хорошо и безопасно, и не думать о других. Что было бы, если бы другие люди поступили бы так же, и не помогли бы вам? Вы бы не были такими, как вы сегодня. Что было бы, если бы так поступил Иисус, когда Он висел на кресте, Ему было бы просто сказать, «Отец, я устал». И тогда бы с небес спустились легионы ангелов и сняли бы Его со креста. Но Он думал не о себе. Он думал о нас. Поэтому Он сказал, «Прости их, Отец, ибо они не ведают, что творят». Вот почему Иисус говорит, «Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради Меня сбережет ее». Сами видите, 39 стих. Что это значит, пастор? Это значит, что те, которые что-то хотят сделать, часто приходят и задают вопрос, «Когда же мы, наконец, достигнем такого уровня, когда мы сможем сделать то, что мы хотим? Когда? Да никогда». Это так себе. Сметение. Это эгоизм. Это зло. В вашей жизни никогда не наступит такой момент, когда вы сможете сделать то, что вы хотите. Потому что нам нужно лишиться этой жизни, чтобы обрести жизнь истинную. Знаете, что бывает, когда вы делаете то, что хотите вы? Знаете, чем все тогда кончается? Пустотой и тщетой. Но когда вы делаете то, что хочет Бог, когда вы посвящаете Ему свою жизнь, то знаете, что вы получаете? Все. Потому что это и есть наше истинное предназначение. Пусть то, чего вы хотите, умрет. И тогда вы сможете жить ради того, что хочет Бог. Послушайте, мы живем в мире, где быть независимым, никому не быть обязанным и заботиться только о себе — это современная философия. Мы так и живем в этом мире. Это наша философия. Я никого и ничего не знаю. Я никому ничем не обязан. Меня не волнует ничья жизнь. Просто уйдите у меня с дороги. Я иду вперед, и мне наполивать на других. Но это не есть Дух Христа. Это не есть Дух любви. Не к этому призвал нас Бог. Вот почему у вас проблемы в браке. Когда вы начинаете думать только о себе, у вас начинаются проблемы в браке. Но когда вы думаете и о других, ваш брак процветает. Когда вы не делаете неправильных вещей, потому что вы любите вашу вторую половину, ваших детей и других людей, то в вашей жизни все хорошо. Я только что провел для вас семинар о том, как спасти брак. Не думайте только о себе. Думайте друг о друге. И думайте о других. Почему в церкви сейчас проблемы? Потому что каждый хочет жить только ради себя. Все хотят быть независимыми. Но послушайте, кем бы вы больше хотели быть? Камешком или огромным валуном? Камешек вызовет только рябь на воде. А от валуна будет большой плюх. Мы все хотим чудес. Мы здесь, чтобы думать не о себе, а обо всех людях вокруг, которые в чем-то нуждаются. Поэтому нам нужно быть валуном, чтобы сделать большой плюх во имя Царства Божьего и Его праведности. Но проблема в том, что такие философии и мировоззрения — это путь мира, а не путь Бога. Это эгоизм. Это жизнь только для себя. Но любовь так не работает. Любовь дает, дает, всегда дает. Ибо Бог так возлюбил мир, что? Что? Отдал своего собственного сына. Но почему? Потому что он любил нас. А Иисус так возлюбил мир. Вы знаете, что он сделал? Он отдал свою собственную жизнь. Он отдал свою жизнь. Наши праотцы по вере жили теми же идеалами, отдавая свои жизни за других. Вы знаете, сколько наших праотцев умерло, чтобы у нас с вами была благая весть? Они умерли за то, чтобы у нас было то, что есть у нас сейчас. Вы смотрели фильм «Лютер»? Это просто невероятный фильм. Это фильм о том, как Слово Божие было напечатано и дано обычным людям, чтобы они могли его читать. За то, чтобы у нас с вами были Библии, была заплачена просто невероятная цена. Когда фильм закончился, мы просидели в креслах еще минут 10. Мы были просто шокированы тем, какая цена была заплачена за то, что есть у нас сейчас. Это шокирует. Любовь — это... Вы знаете, апостол Павел как-то сказал, «Я мог бы сейчас отправиться к Господу, и мне бы там было очень хорошо, но чтобы вам было хорошо здесь, я останусь с вами». Любовь — это... Сможем ли мы любить людей так, как их любил Моисей? Как-то он сказал, «Господи, лучше убери мое имя из книги жизни, чем обделять других людей». Павел сказал, «Господи, я лучше сам отправлюсь в ад, нежели туда отправятся те, кого я люблю». Когда же и мы сможем отказаться от своего спасения ради того, чтобы Бог спас кого-то другого? Нам нужна страсть Моисея, страсть Павла. Они так заботились о других, что готовы были отдать все, чтобы другие могли спастись. Ко мне еще никогда не подходили с такими словами. У меня была возможность получить хорошую работу, которая принесла бы много денег и вес в обществе, но я знал, что один человек должен вскоре спастись. Поэтому я отказался от этого предложения, чтобы этот человек мог спастись. Когда мы начинаем мыслить по-другому, мы и выглядим по-другому. Мы говорим по-другому. Мы действуем по-другому. Потому что не надо концентрироваться в жизни только на себе, ребята. Пути мира и пути Господа абсолютно различны. Он призвал нас не идти путями мира. Ведь Он проповедует для вас. Он проповедует для вас. Так сказал мне наш Отец. Я полюбил вас всем сердцем. Это ваша жизнь. Не нужно оглядываться на мир. Не важно, сколько много мы отдаем. Не важно, творим ли мы чудеса или нет. Но мы должны думать о других. Мы живем для Бога и для других людей. А сейчас я прочту вам еще один тезис. Мы не были созданы свободными, чтобы идти туда, куда мы хотим, и делать то, что мы хотим. Мы были созданы свободными не для этого. Народ израильский покинул Египет не для того, чтобы идти туда, куда ему хотелось. Они покинули Египет, чтобы восхвалять Бога и делать то, что сказал им Бог. Мы не свободны от греха, чтобы делать неправильные вещи. Мы свободны от греха, чтобы служить Богу, восхвалять Его, а также творить Божьи деяния. Мы не свободны делать неправильные вещи. Мы были созданы свободными, чтобы восхвалять Бога и осуществлять Его волю на земле, чтобы быть частью великого замысла и спасти людей, живущих в мире. Но как нам это сделать? Во-первых, мы должны вести святую жизнь. Мы должны жить так, чтобы наша жизнь была угодна Господу. Когда вы живете жизнью, которая угодна Богу, вы знаете, что можете повлиять на других людей. Я хочу рассказать вам, чем незрелость отличается от зрелости. Незрелый человек думает, я должен вести жизнь, которая будет угодна Богу. Тогда я буду благословлен. Я должен вести жизнь, которая будет угодна Богу, чтобы у меня было это благословение. А зрелый человек понимает, что это мысли незрелого человека. Мы живем во имя Христа. Мы живем во имя Бога, чтобы угождать Ему, потому что мы знаем, что за наше почитание Бог будет творить через нас свои деяния на земле. Я буду вести праведную жизнь, чтобы это затронуло и мою жену. Я буду вести праведную жизнь, чтобы это затронуло и моих детей, и они знали, как им жить. Я буду вести праведную жизнь, чтобы создать некое основание, которым сможет воспользоваться Бог, чтобы служить тем, кто меня окружает. Когда вы начинаете вести праведную жизнь не только для себя и Бога, но и для других, вы еще больше приближаетесь к Творцу. Это наш долг перед Богом. А еще мы должны обращаться к другим людям. Вы должны обратиться к другим людям, чтобы показать им Бога. Вы должны посмотреть на своих коллег, соседей, родственников, посмотреть на них по-другому. Вместо того, чтобы жаловаться, что вас окружают безбожники, почему бы лучше не поблагодарить Бога, что Он дал вам возможность стать светом для этих людей? Он желает, чтобы вы коснулись их, потому что вы думаете по-другому. Но вы делаете это не в одиночку, вам помогает церковь. Вы должны быть частью церкви, чтобы обращаться, учить и служить миру во имя Бога. Вы не одинокие рейнджеры. Помните разницу между камешком и волном? Хочу вас кое о чем спросить. Если ваша церковь будет зависеть от вашей преданности, вашей отдачи и вашей службы, как она будет выглядеть? Если бы ваша церковь зависела от вашей преданности, вашей отдачи и вашей службы, существовала ли бы она вообще? Что бы было тогда? Вы должны кое-что понять. Это зависит от вас. Вы должны кое-что понять. Вы важны Богу. Ибо без вас Ему бы не удалось сделать то, что Он делает на земле, потому что Он отдал нам свое сердце. Мы отдаем сердце Господу, а Он отдает свое сердце нам. Он сказал, «Только так и может вершиться моя миссия для церкви. Она всегда вершится через мой народ». Какое замечательное послание для нашей жизни. Друзья, Слово Божие очень важно для того, чтобы мы могли уподобиться образу Христа и поняли, что Бог желает видеть в нашей жизни. Бог ведет нас по пути, по которому нам идти. Поэтому не думайте, что достаточно просто послушать проповедь и сохранить информацию в голове. Применяйте услышанное в каждом дне вашей жизни. Мы надеемся, что это послание благословило вас. Мы хотим пригласить вас не просто смотреть нас по телевидению или интернету, но стать членом по местной церкви. Послушайте, Бог любит вас, и мы тоже. Мы хотим, чтобы в вашей жизни было все самое лучшее. Поэтому приходите на наше служение как можно скорее. Мы приглашаем вас стать нашими партнерами в распространении Царства Божьего на земле. Если вы хотите поддержать нас своими финансами, то зайдите на наш веб-сайт или напишите нам. Еще раз спасибо вам за вашу верность и поддержку. Пусть Бог благословит вас!